Здравствуйте! Сегодня хотел бы рассказать вам про схему монтажа, то есть у нас в разрезе танцпол Давайте посмотрим. Непосредственно у нас идет сама несущая, то есть это в данной ситуации может быть либо арстекло, либо лист поликарбоната. Он может как быть разделенным на части, так же единым. Все зависит от размеров танцпола. Если, соответственно, он у нас разделенный, то тогда у нас есть некая проблема, как его закрепить. Берем, соответственно, мы в качестве примера балку деревянную. Эта балка будет у нас являться той несущей, на основу которой мы будем монтировать будущий танцпол. Она может быть любого сечения, то есть здесь у нас может быть тридцатая, тридцатый брус, может быть и шестидесятый, и восьмидесятый. Все зависит от того, что вы планируете, какая нагрузка и так далее, то есть вплоть до сотого. Если у вас большой танцпол, то, соответственно, лучше. Далее, что у нас здесь происходит. Если мы увеличим вот эту часть, конкретно вот эту часть мы увеличим. Сейчас попробуем посмотреть, что с ней можно сделать. Сделать можно с ней следующее. То есть при взгляде сверху у нас получится вот такая вот ситуация. То есть это у нас один, два. Это у нас лист один, два. Также, соответственно, у нас имеется лист три и четыре. Если мы убираем лист три и четыре, то смотрим, что у нас вот в этой ситуации в увеличенном размере получается. У нас получается такая вот ситуация. Это у нас первый лист. Нет, наверное, вот этой линии, скорее всего, не должно быть. Вот так, вот так и вот так. То есть мы соединяем все три непосредственно, все четыре листа и делаем здесь некий диаметр на небольшую глубину. Для чего? Для того, чтобы в дальнейшем мы берем шайбу с отверстием в центре и саморезом насквозь, соответственно, соединяем. То есть это у нас первый лист. Сейчас я постараюсь нарисовать лист один. Вот у нас идет лист два. Вот. Вот. То есть в этом месте у нас находится шайба, которая прижимает эти два листа непосредственно к балкам деревянным. То есть схематично у нас вот здесь будет шайба и в центре у нас будет саморез, который будет прикручивать непосредственно шайбу к балке. Вот. То есть вы по углам это монтируете. Для чего вот эти нужны элементы? Для того, чтобы у вас все было вровень. То есть сверху, когда вы монтируете живую плитку, чтобы она, соответственно, уложилась полностью на всю площадь, чтобы не было проблем. То есть вот эта толщина у вас здесь идет. Вот так вот шайба. Я думаю, понятно. И саморез. Непосредственно в балку. Дальше. Что у нас выше идет? Выше у нас идет клеевой слой. Давайте его красным обозначим. То есть, если с этой схемой все понятно, давайте нарисуем, что у нас там дальше получится. Дальше получится у нас следующее. То есть у нас вот идет непосредственно живая плитка. Вот. Дальше у нас идет клеевой слой. Давайте его сделаем зеленым. Он может быть как из прозрачного материала, так же из силиконосодержащего клея компании Bizon. Bizon Montefix, соответственно, слоем можно либо клеящий ПВХ. Вот. И дальше уже непосредственно идет у нас живая плитка. В нижней части у нас идет деревянная обрешетка, которая весь этот каркас, соответственно, держит. Думаю, вот с этим вариантом все тоже понятно. Вот. Есть очень важный факт, которым я тоже хотел бы рассказать про живую плитку. Это торцевая часть. То есть, если мы берем живую плитку, то она примерно вот таким образом выглядит. Это одна и, соответственно, вторая. Вот. То есть, вот здесь вот необходимо залить силиконосодержащим клеем компании Bizon, чтобы у вас был обязательно вровень. То есть, вот такой вот вариант использования живой плитки абсолютно недопустим. То есть, это не гарантийный вариант решения. То есть, у вас здесь должно быть абсолютно ровное покрытие. Не покрытие, а уровень. То есть, сверху у вас совершенно должен быть ровный слой. То есть, чтобы ничего не выступало. Опять же, при контакте, например, с другим материалом, у вас точно также должен быть вровень. То есть, в инструкции об этом сказано. О том, что живая плитка должна быть вровень с любым покрытием, неважно. То есть, в данной ситуации, например, там, какой-то другой материал. То есть, торцевую часть обязательно необходимо защищать. Обязательно защищать. То есть, если у вас не будет защищена торцевая часть, то, например, вы будете мыть покрытие, и там, часть какой-то тряпки, там, она может задеть за угол и повредиться непосредственно. То есть, задев за угол, будете тянуть прямо за сам угол. И будет внутренняя часть клеевого состава, которая держит эти два верхних слоя, она будет, внутри нее будет возникать микротрещины. Она будет повреждаться. И со временем, соответственно, она испортится. То есть, надо следить за живой плиткой, так как это реально живая плитка. Это организм, который постоянно живет и меняется. Поэтому нельзя просто так относиться к этому покрытию, как к керамической плитке, которую вы положили и забыли про нее. И, соответственно, там, уборщица, которая моет, а как она моет, вам абсолютно наплевать. То есть, нужно за этим следить и смотреть. Желательно, конечно, живую плитку расположить в каком-либо профиле. Но это не обязательно. То есть, вот таким образом у вас живая плитка находится. То есть, у вас есть алюминиевый профиль, например, да, и она вот находится вот в этом пространстве. Ну и здесь у нас, например, пол. Вот таким образом. То есть, это лучшее решение, потому что здесь торцевые части закрыты и все, соответственно, полностью закрыто. Но, как бы, если нет такой возможности, то обязательно используйте непосредственно то, что я до этого вам нарисовал, показал. То есть, это именно желательно за этим следить. Более подробная информация есть, конечно, на сайте 3dwell.ru. Вот, пожалуйста, смотрите за тем, как вы это все монтируете, чтобы плитка долго прослужила, чтобы не было потом каких-то недопониманий и, соответственно, каких-либо разочарований в том, что вы неправильно эксплуатируете живую плитку. В каждой упаковке есть инструкция, везде все объяснено, много раз повторяется, что не надо в затирку живую плитку монтировать. То есть, это живой организм, поэтому нельзя просто так к нему относиться, нужно все время все делать по инструкции. Почему-то в Европе, США, в Азии везде по инструкции делают, в России почему-то это делать не по инструкции. Все равно живая плитка служит достаточно долго, но, пожалуйста, если вы хотите, чтобы она дольше прослужила, используйте, пожалуйста, инструкции, вот то, что мы сейчас вам здесь рассказали. Могу только сказать добро пожаловать в инновации компании 3dwell. Более подробная информация есть на сайте www.3dwell.ru